Всем привет! Вы смотрите хорошие новости на телеканале Артик ТВ в студии Максим Галямин. Немецкий авиаразработчик H2Fly успешно выполнил первый публичный полет электрического самолета, работающего на жидком водороде. Об этом подробнее. Этот электрический самолет только что совершил первый в мире публичный полет на жидком водороде. «Он очень тихий, без вибраций. Можно понять, что он эффективен, просто его послушав». Полеты на водороде – сфера с большой конкуренцией. Ведь авиация в целом к 2050 году стремится достичь нулевых выбросов. В 2021 году на долю мировой авиационной промышленности пришлось более 2% глобальных выбросов СО2. По мнению немецкого разработчика H2Fly, этот полет доказал, что будущее за авиацией на водороде. Жидкий водород можно производить с помощью солнечной и ветровой энергии. Он также увеличивает дальность полета. Так, на газообразном водороде можно пролететь 725 километров, а на жидком – более полутора тысяч. Этого достаточно, чтобы добраться по воздуху из Парижа в Лиссабон. «Это показывает нам, что можно не просто летать на водороде, что мы доказывали сотни раз за последние пару лет, но и что летать можно на большие расстояния. Высокая плотность жидкого водорода даёт нам возможность летать без выбросов и на большие расстояния». Впрочем, переход на водородные двигатели сопряжён с проблемами для авиакомпаний. Им придётся перепроектировать самолёты для больших и тяжёлых баков, а также менять инфраструктуру в аэропортах. Эксперты считают, что переход займёт от 10 до 20 лет. Тем не менее, H-2 Fly продвигается вперёд. В следующем году компания планирует построить сорокаместный самолёт, способный пролетать более 1400 километров. Также она хочет возвести центр водородной авиации в немецком аэропорту Штутгарта. Итальянские сыродевы активизировали борьбу с подделками. Речь о производителях пармезана. Теперь, помимо других знаков отличия, свои сыры они будут чипировать. Итальянские производители всемирно известного пармезана объявили войну подделкам. У них на вооружении новейшие технологии. Так они начали чипировать головки с сыром. Микросхемы размером с крупинку соли помещают под корочку. «В головку вставлена едва заметная крошечная крупица, которую можно расшифровать с помощью считывателя, приложенного к сырному кругу, и которая будет обеспечивать автоматическое и компьютеризированное считывание, гарантируя идеальную читаемость в любых условиях и в любое время». Пармезан – один из самых подделываемых сыров в мире. Решение Ассоциации производителя этого сыра в первую очередь направлено на более дешёвые подделки продукта, которые не соответствуют требованиям. «Часто встречаются подделки продукты под названием «пармезан» даже на мировых рынках. Но этот продукт не обязательно является пармезаном». В испытании новой технологии задействовано около 120 тысяч сырных головок. Теперь потребители смогут отследить их происхождение, чьи будет выполнять функцию удостоверения личности. В его код зашифрованы данные о месте, месяце и годе производства сыра. В Австралии строят многоэтажное здание из дерева, точнее, из древесно-полимерных композитов. Хотя проект дорогой, у него много преимуществ. Без металлических конструкций бетона строят это многоэтажное здание в австралийском городе Лонсестон. Вместо традиционных материалов используют дорогие древесно-полимерные композиты, или ДПК. Проект обойдётся в 19 миллионов долларов. «Я очень горжусь этим зданием, его экологичностью и специализированным способом постройки. Выглядит великолепно». Искусственную древесину делают из стружки эвкалиптовых деревьев и мономеров – низкомолекулярного вещества. Получается материал такой же прочный, как бетон или сталь. «Мы используем древесину, предназначенную для производства стружки. Раньше её отправляли в Китай, где из неё делали бумагу». Исследователи из Университета Тасмании десятилетиями изучали свойства искусственной древесины. «Мы прошли через период изучения и проверку концепции и теперь близки к тому, чтобы создать конкуренцию на рынке». ДПК стоит на треть дороже бетона или стали. Зато строительство идёт быстрее. «Скорость строительства нас очень удивила. Мы возвели пять этажей из древесно-полимерных композитов за три месяца. Строительство из бетона и стали заняло бы вдвое больше времени». Доски из древесно-полимерных композитов не гниют, не плесневеют, не деформируются и не трескаются. Они экологичны, поскольку качественные полимеры не пахнут и не выделяют в атмосферу вредные летучие вещества. При этом такой материал не поддерживает горение. ДПК-досками отделывают влажные помещения, а также из них строят террасы, причалы и другие сооружения. Красочное здание с обзорной площадкой в форме корабля – новое творение боливийского архитектора Фредди Маммани. В чём его уникальность? Давайте посмотрим. В высокогорном боливийском городе Эль-Альта новая достопримечательность. Здесь открыли для публики очередное творение архитектора Фредди Маммани. Его считают самым креативным архитектором Боливии, и он славится своим китчевым стилем с отсылкой к индейской культуре Аймара. «Мы хотели работать с архитектором Фредди Маммани, и мы прекрасно совместили современность с чем-то уходящим корнями в нашу культуру, в нашу суть, в наши традиции. Мы не должны забывать, откуда мы пришли и куда идём». Называется это творение «Круиз по андам». Он включает несколько танцевальных залов, отель и ресторан национальной кухни, а также смотровую площадку в форме корабля с видом на весь город. Архитектор использовал яркие орнаменты и рисунки с керамики Аймара. Здание отличается оригинальными формами. «Мы хотим продвигать туризм и город Эль-Альта с помощью архитектуры, но архитектуры с идентичностью, со смыслом, с корнями предков». Архитектор известен своими проектами многоуровневых домов. У каждого уровня своя функция. Обычно на первом этаже магазины, второй и третий этажи – для сдачи жилья в аренду, а также для семейных и дружеских встреч. На последнем этаже живут владельцы. Архитектурный стиль Фредди Маммани называют «шале». Это сочетание слов «шале», что означает «загородный дом» и «чоло». Так испанские колонизаторы пренебрежительно называли коренное население Боливии. Красочные здания бросают вызов стереотипу о недалёкости и бедности индейцев. «Мы видим красочные здания в Эль-Альта. Слово «чоло» уже не обидное. Его включили в название стиля». Фредди Маммани построил в Боливии около ста самобытных зданий. Больше всего – в Эль-Альта, который расположен на высоте более 4000 метров над уровнем моря. Город теперь не серый, что привлекает туристов со всего мира. В Австралии открыли дом престарелых для аборигенов, учитывая традиции коренных народов. В чём его уникальность – смотрите в сюжете. Костёр с котелком, в котором готовятся народные лекарственные средства и свободно гуляющая собака. Это дом престарелых в Австралии. Находится на востоке полуострова Арнемленд в городе Нуланбеи. Здесь всё в традициях аборигенных народов. «Мы стараемся сделать его похожим на дом. Это их дом, настолько домашний, насколько это возможно. Они вместе жгут костры, у них есть домашние животные». Проект придумали и реализовали местные жители из племени Йоунгу. На это ушло 20 лет. Они хотели помочь пожилым соплеменникам, которым последние годы жизни приходится проводить в больницах вдали от родственников и родных посёлков. Аборигенам это очень тяжело. «Они скучают по своим семьям. Они умирают там, а их семья здесь, на востоке Арнемленда. Они переживают и спрашивают, почему их увезли». Дом престарелых называется Юдживала Дживар. В переводе с местного языка это «маленький рай». Причём заведение принимает не только представители коренных народов. «Я считаю, что здесь очень хорошо. Все заботятся о нас, о мужчинах и о женщинах. Коренные и некоренные жители здесь все вместе». Племя Йолнгу – исконные жители северо-восточной части Арнемленда. Оно состоит из нескольких отдельных групп, которые говорят на разных языках и диалектах. Но в целом у них общие черты в хозяйственном и культурном образе жизни. Бразильский агроном 20 лет назад вывел гигантских петухов. Сначала это было хобби, а потом стало процветающим бизнесом. Вот таких гигантских петухов и кур выращивает бразильский агроном Рубенс Брас. Эту породу вывел 20 лет назад. Хотел улучшить генетику домашних птиц в Бразилии. Тогда это было просто хобби, а теперь превратилось в процветающий бизнес. «Рост этого петуха достигает 116 сантиметров. Птица выведена естественным путём». А вот так выглядят цыплята, которым всего день от роду. Агроном, чтобы вывести новую породу, скрещивал бойцовских петухов с деревенскими курами, которых не держат в клетках. Считает таких птиц более выносливыми и здоровыми. «Мы работаем над улучшением генетики этих птиц и возвращаем их в деревенскую систему производства». Бразилиц открыл компанию, которая специализируется на селекции, разведении и продаже птиц. На ферме выращивают два вида – гигантские индийские петухи канелоса морелос и гигантские индийские петухи урубус. Взрослая птица стоит 4000 долларов. Также можно купить оплодотворённые яйца и вывести пернатых самостоятельно. 12 яиц обойдутся в 70 долларов. Некоторые клиенты покупают гигантских петухов в качестве домашних питомцев, но в основном их разводят для получения мяса. Сейчас по всей Бразилии этих птиц выращивают 20 тысяч заводчиков. На ферме Робинса живёт примерно 300 птиц. Продажи пока замедлились. В Бразилии действует запрет на перевозку из-за вспышки птичьего гриппа. Когда его отменят, агроном будет поставлять гигантских петухов в рестораны азиатской кухни в штате Сан-Паулу. Он также подал заявку на официальное признание новой породы кур. 102-летний британский лётчик-ветеран установил рекорд – спустился на верёвки создания больницы ради благотворительности. Как всё прошло, давайте посмотрим. Ветеран Второй мировой британский лётчик Колин Белл готовится установить рекорд. 102-летний дедушка поднялся на крышу 85-метрового здания Королевской лондонской больницы. На него надевают снаряжение, чтобы он спустился вниз по верёвке ради благотворительности. Стоять долго ему уже сложно, поэтому ждёт сидя. «Вы уже волнуетесь? Нет, меня так легко не напугать!» И вот начинается спуск. Внизу собралось много зрителей, которые подбадривают бывшего лётчика. Колин Белл собирает деньги для трёх благотворительных организаций – Королевского колледжа медсестёр, благотворительного фонда королевских ВВС и Лондонской воздушной скорой помощи. В прошлом месяце ветеран начал кампанию по сбору средств с 9-километровой прогулки по важным местам его военной службы в Кембридже. «Я бы заплатил 100 фунтов, чтобы постоять здесь и посмотреть на вид». Новая археологическая находка в Лиме – это мумия взрослого человека с ритуальными предметами, в том числе керамическими. Об этом в нашем сюжете. Прямо в сердце оживлённой перуанской столицы нашли важную древность. Это мумия даингской эпохи. Ей около тысячи лет. Археологи обнаружили её на территории церемониального комплекса Уака Пуклана в Лиме. «Это взрослый человек в сидячем положении с согнутыми ногами. Его нашли с погребальными принадлежностями, двумя керамическими сосудами и тканью, обёрнутой вокруг нескольких металлических предметов около левой руки». Раскопки в Уака Пуклане ведутся с 2015 года. И за это время керамических изделий рядом с останками на верхнем склоне комплекса не находили. Такое случилось впервые. Мумия принадлежала культуре Ичма. «Эта находка помогает дополнить информацию о культуре Ичма. Она существовала примерно в тысячном году нашей эры. Интересно, что мы находим такие вещи в центре города и внутри церемониального центра, игравшего важную роль в то время». После распада империи Уари, правившей на территории современного Перу в период с 600 по 1100 год нашей эры, возникли более мелкие царства, в том числе культура Ичма. Она доминировала на юге Перу. Государство Ичмай сформировалось около 1100 года. В 15 веке его поглотила империя инков. Если произведения искусства могли бы говорить, то о чём бы рассказали? Свою версию предлагает художественная галерея Мауритс Хьюис в Гаге. Там подготовили 10 историй об украденных или отобранных ценностях. Взглянуть на произведения искусства по-новому предлагает художественная галерея Мауритс Хьюис в Гаге. Для гостей выставки подготовили 10 историй о том, как в прошлом были украдены или отобраны различные ценности. Совершить путешествия во времени можно с помощью шлема виртуальной реальности. Специалисты создали короткие видеосюжеты, которые позволяют проникнуться атмосферой давних событий. Например, можно увидеть, как по приказу Наполеона I с Бранденбургских ворот в Берлине снимают колесницу. «Вопрос в том, возможно ли по-настоящему рассказать историю с помощью виртуальной реальности. Поэтому мы сделали очень обдуманный выбор, касающийся этих событий, чтобы вовлечь людей в историю. Просто переносишься в эпоху, в которую раньше не мог попасть. Словно путешествуешь на машине времени». На выставке также можно узнать истории кражи ценностей в колониальную эпоху. Этот деревянный жезл с женской фигурой сделали аборигены, жившие на территории современного Суринама в Южной Америке. А вот такие кинжалы-крисы делали в Индонезии, Малайзии и на Филиппинах. У них асимметричные клинки, изготовленные из многослойной стали. Этот крис родом с Бали. «Мы воссоздали поля сражений с помощью фотограмметрии. Отсканировали храм, где, вероятно, был сделан этот крис. Теперь гости выставки могут стать свидетелями историй и увидеть этот кинжал не только в галерее, но и там, где его создали». Часть истории также посвящена ценностям, отобранным нацистами у евреев во времена Второй мировой войны. В их числе серебряные украшения, а также автопортрет Рембрандта, который принадлежал еврейской семье Ротенау. Выставка продлится до 7 января следующего года. У Бразилии популярно устраивать свадьбы среди уникальных пейзажей Рио-де-Жанейро. Обычно их проводят на закате или на рассвете. Почему? Об этом в нашем сюжете. Прекрасный вид на самые знаменитые горы Рио-де-Жанейро из крепости Санта-Крус-Дабара привлекает не только туристов, но и молодожёнов. Организаторы праздника готовятся к очередной свадьбе на закате. «Мы живём в Сан-Паулу, но выбрали Рио-де-Жанейро. Это лучший вариант для нашей свадьбы на фоне этого чудесного пейзажа, недалеко от Рио-де-Жанейро, и с видом на Сахарную гору и Христа Искупителя. Мы хотели подарить нашим гостям невероятные впечатления от прекрасного места». Все гости этой церемонии из Сан-Паулу. Им пришлось проехать 400 километров. Невеста объясняет, почему решила выйти замуж именно здесь. «В основном из-за прекрасного вида, а также потому, что мы любим море и хотели встретить закат. Бог подарил нам чудесный день, он был идеальным». Обычно гости свадьбы остаются в Рио на выходные, проводят время на пляжах и любуются видами. Ещё одно популярное место для свадьбы – статуя Христа Искупителя. Здесь гости собираются на свадебное торжество с пяти утра. Жених и невеста проехали 800 километров, чтобы пожениться в этом месте. «Это уникальный вид, уникальная свадьба. Всё очень необычно. Такая энергетика есть только здесь». Свадьбы нужно завершить до 7.30 утра, когда территорию откроют для туристов. Бракосочетания по католической традиции проводят в крошечной часовне внутри статуи. Остальные свадьбы будут проходить уже после 7 вечера. «У статуи Христа Искупителя проводится более 200 свадеб в год, поэтому спрос удовлетворить невозможно. Все даты обычно заняты, график очень плотный». Свадьбу статуи начали проводить в 2015 году. Тренд задал один из местных музыкантов. Он первым решился на предрассветное бракосочетание. На сегодня у меня всё. С вами был Максим Галямин. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!